Время не стоит на месте. Оно идет вперед и два депутата из этого состава перешли на административную работу. Это Александр Сергеевич Кутнецов и Андрей Валентинович Кашин. Ну вот освободилось, как говорится, два места. В соответствии с решением Совета депутатов о назначении дополнительных выборов, в предстоящую осень горожан вновь приглашают сделать выбор, но уже только по двум избирательным округам – второму и пятому. Напомним, что второй округ – это Нестериха, часть домов по Букинскому шоссе и микрорайон Красная Поляна. Округ номер пять – микрорайон Южный и часть домов Центрального микрорайона. Мы подробно напечатаем карту этих округов в ближайшем номере газеты и полное описание этих округов. С момента объявления дополнительных выборов территориальная избирательная комиссия приступила к работе. У нас прекрасный информационный стенд на втором этаже рядом с территориальной избирательной комиссией, где и кандидаты, и избиратели могут ознакомиться с теми выборными действиями, которые осуществляются комиссией, проводящей выборы. Сейчас идет период выдвижения кандидатов, который, я хочу напомнить всем, заканчивается в 18 часов 26 июля. То есть совсем немного времени остается для того, чтобы заявить о своем желании выдвинуться кандидатам в депутаты Совета депутатов города Лобня. Каждый кандидат, придя в территориальную избирательную комиссию, получит полную консультацию, какие документы, в какие сроки он должен представить. Далее территориальная избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидатов, и они начинают предвыборную агитацию. Есть договоренность с ПАО «Сбербанком», который находится на улице Ленина, о том, что кандидаты могут открывать там свои счета для того, чтобы перечислить деньги избирательного фонда. Они становятся уже полноправными кандидатами, имеют право вести предвыборную агитацию, но не в средствах массовой информации, а такую визуальную, вывешивать плакаты со своим изображением, какие-то растяжки. То есть будут заявлять о себе, проводить встречи, будут выделены помещения, мы тоже это напечатаем, где кандидаты в депутаты по этим двум округам могут встретиться со своими избирателями и ответить на их вопросы. Вплоть до дня выборов 10 сентября у избирателей второго и пятого округов будет возможность познакомиться с теми, кто мог бы, на их взгляд, представлять интересы жителей в Совете депутатов. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, телекомпания «Лобня». Дмитрий Жуков, телекомпания «Лобня».